Сегодня в Ядринском районе открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Модульные ФАПы возводили в рамках республиканской программы. Формирование системы оказания медицинской помощи в шаговой доступности – приоритетная задача правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Работы начались в июне, и вот теперь новоселье. ФАП села Большой Сундырь оснащен всем, что необходимо для оказания первичной и палеотивной помощи. В сложных случаях фельдшеры могут проконсультироваться у специалистов ведущих центров. К пункту подведен высокоскоростной интернет. Для нашей работы все условия здесь хорошие. И теплая вода, и компьютер, и теплые помещения. Новая мебель очень радует. На строительство модульного пункта из регионального бюджета было выделено порядка 4 миллионов рублей. В новый ФАП фельдшеры и акушеры переезжают отсюда. В этом сельском пункте пациентов обслуживали более 30 лет. Конечно же, медики старались поддерживать порядок в кабинетах, но здание признали аварийным. Здесь и прохудившиеся кровли, и деревянные скрипучие полы. И вот такая далеко не презентабельная мебель. Работать зимой здесь было невозможно, говорят медики. От холодов не спасали даже тепловые пушки. Ветхое здание снесут и оборудуют на его месте спортивную площадку. Новый ФАП будет обслуживать порядка 500 человек. У нас есть и пожилые, и молодые люди, и дети, и школьники имеются. То, что в таком современном ФАПе дети будут сейчас у нас и население получать медицинское обслуживание, это очень замечательно. Нам он очень нужен. Мы очень рады, что сегодня такой ФАП появился, открылся у нас деревня. Модульный пункт был открыт и в деревне Кукшумы. Это 10-й по счету ФАП в муниципалитете и 179-й в республике. Но на этом программа не заканчивается, отмечает Михаил Игнатьев. На следующий год мы предусмотрели еще 25 новых ФАП построить по разным районам, чтобы своевременно провести диспансеризацию, чтобы своевременно на ранней стадии выявить все те болезни у наших жителей, и у дорогих наших ветеранов, и у молодежи. Туда, где в силу обстоятельств новые пункты возводить не планируют, приедут мобильные ФАПы. Вот такие медицинские кабинеты на колесах появятся в больницах сразу пяти муниципалитетов. Мобильные ФАПы укомплектованы не хуже модульных. Для фельдшеров здесь даже оборудовали мини-лабораторию. Глава региона отметил, что передвижные пункты не должны простаивать в гаражах. Это ядерская машина? Она уже имеет закрепленных медиков? Да. Врач-терапевт Владимировна, где-то вуз здесь, что даже закреплено, да? На данный момент да. То есть мы по участкам будем меняться. У нас, Михаил Игнатьев, подумал, еще тут нюансы есть. Площадки, где встать. Обычно, куда мы едем, там же меньше деревень, там месяц, где-то с рарах лет. Площадка, куда подсоединиться к электроэнергии. Михаил Игнатьев посетил районную больницу, чтобы поговорить с пациентами и проверить, как работает электронная регистратура. Связь плохая? Да. Почему? Почему связь плохая, Сергей Михайлович? Бывает. Ну, это как ковидно. Время обеда. Видимо, первая строка идет, меняется. Ну, обед уже прошел. В следующем году на ремонт больницы выделят порядка 60 миллионов рублей. Необходимо обновить фасад и заменить ветхие коммуникации. Ну, а весной в Ядрине откроется и школа. Глава региона проинспектировал ход работ. И здесь будут созданы самые современные инновационные условия для получения знаний, навыков, для того, чтобы дети наши в школе готовились к самореализации в этой жизни. Это очень важно для нас. Я сейчас убедился в том, что на самом деле срыва нет. У них было отставание. Они сейчас по графику идут. Новая школа решит проблему второй смены в муниципалитете. Здание возводят из местного кирпича. Проблем с доставкой материала не возникает. До конца ноября здесь должны начать отделочные работы. Открытие намечено на 30 мая. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Продолжение следует... Продолжение следует...